всем привет дорогие друзья наша небольшая группа собралась группа из 5 человек и мы пришли вместо оба чай потому что погода сегодня не очень скажем так солнечная три человека уехали на дым чай а мы решили погулять по городу и первое место куда мы пришли это музей дом музея татюрка мы уже все посмотрели на канале также есть видео где вы можете полностью посмотреть про дом музея татюрка если вы не знаете кто такой татюрка обязательно почитайте в интернете ну а я вас сейчас познакомлю с нашей группой дом музея татюрка выглядит вот так находится он в центре аланьи наталья наталья мы уже с вами как родственники каждый день как вам понравился дом мне кажется красиво с удовольствием жила в таком вот смотритель дома музея зульфию уже все знаете и еще у нас друзья из белоруссии самые неорганизованные кто совы да в общем дом музей выглядит вот так вот одна комната на первом этаже есть еще второй этаж я думаю что все все кто хочет сможет сюда прийти вход абсолютно бесплатный быстренько вам покажу что есть на кухне вот так вот выглядит кухня обязательно посетите этот музей потому что это очень интересно быстренько вам покажу что есть на втором этаже и далее мы отправимся еще в один традиционный турецкий дом который сейчас находится в управлении департамента культуры мэри алани вот так вот выглядит второй этаж здесь наверное была столовая комната для отдыха далее детская есть очень много традиционных старинных предметов мебели небольшая выставка традиционных костюмов как рассказал смотритель музея вот здесь вот комната приемов ататюрк приехал в этот музей в этот дом тридцать пятом году из анталии на корабле вот видите здесь есть также небольшой хамам ну и сейчас я вам покажу комнату где он останавливался очень традиционный красивый дом поэтому как я уже говорила обязательно посетите при возможности в описании я оставлю ссылку входа бесплатный в этот музей работает он каждый день поэтому обязательно приходите я думаю что всем будет очень интересно ну и конечно же перед приходом почитайте историю и биографию ататюрка тогда ваше посещение будет более насыщенным и интересным а вот семья которому который принадлежал этот дом и восемьдесят пятом году эта семья отдала этот дом министерству культуры и теперь он стал музеем ну а сейчас мы отправляемся дальше вот уже засиделся на лавочке что вы отдыхаете зульфия как вам домик таком пожить да ну пожить сколько нам отведено ну да классный метод хорошее люди от моря недалеко и в то же время на бугре до такого шума ну да и зеленая территория классная здорово а вам как понравилось у нас хоть единственная экскурсия где нам что-то рассказываешь а где вы были еще кстати а мы заказывали обзорную по ванне на крепости ездили но нам ничего не рассказали поэтому нам пришлось еще пешком подойти только на джип обгоняли на обзорную потом на террасу на смотровую потом на крепость и все мы пришли еще в одно очень интересное здание департамент социальной работы мэри алани находится он на улице 25 метров и нам сейчас покажут интересную выставку и вот по такому замечательному традиционному дому сейчас я вам покажу как все выглядит изнутри так все прям деревом пахнет да смотрите вот здесь вот кстати видите сделано из шелка вот в алании очень очень популярны всякие разные изделия из шелка картины одежда на первом этаже располагаются рабочие помещения вот здесь здесь раньше отдыхала прислуга вот здесь вот сейчас это кухонька и вот по такой лесенке спускаемся вниз там что-то вроде небольшого музея но как она говорила здесь раньше были животные когда например из деревни приезжали привозили сыр масло здесь ночевали и животные здесь сейчас у них проходит одно мероприятие поэтому здесь все навалено не обращайте внимание и вот видите из смотрите из она сейчас готовит вот смотрите вот это вот все сделано из банановой как называется волокна да и сейчас она ее красит и у них было на у них было прям у них была и одежда и обувь сделано вот там как ткань банановая ой так интересно ой это кинлик чем и на той плетут ковры а вот на этой плетут шелк или какие-то другие из другой а покажет вам щас как плетут они смотрите проходите сейчас она нам покажет а это шелк настоящий шелк все ручная работа будить настоящий шелк настоящий шелк так оливок вообще все что у нас в кадушках растет слушайте когда домашние когда сезон мушмулы когда сезон мушмулы здесь просто на каждом углу у нас во дворе просто ее дофига никто даже а сумки у них не воруют вон каска лежит но я свое не оставляю так расскажите мне про турецкие домики вам понравились мне понравилось как шелк делает сначала она считает вот это вялит что ли тянет потом красит это банановые шелковые она так не делала это банановые вялит сушит ну что друзья мы пришли в чайный домик здесь будем отдыхать и пить чай я надеюсь что вот конец нашей прогулки мы пришли в чайный домик наконец-то мы попали уже взяли турецкий кофе чай но сейчас я вам проведу небольшую экскурсию чайный домик тоже также находится недалеко от центра Алани очень приятное место работает он кстати только до 6 часов и это самое дешевое место где можно попить чай и кофе в Алани выглядит он вот так вот построен Мэри Алани здесь есть небольшой садик где наверное уже в октябре в ноябре месяце можно будет пить чай и кофе потому что сейчас конечно же немного прохладно но внутри работает кондиционер и очень комфортно можно посидеть вот здесь вот и сейчас я вам покажу как этот домик выглядит изнутри здесь также проводят различные собрания принадлежит он мэрии Алани цены на чай и кофе чай стоит 50 куруши кофе один ну в общем очень 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 низкие цены вот там уже сидит наша компания и домик выглядит вот так можно приходить читать газеты пить чай отдыхать как вам турецкий кофе как вам кофе понравился? а не мясо так не мясо как шuo как шоу вы можете не мясо а не мясо попробуй Альхан тренированный. Альхан тренированный. Он уже знает, что нельзя говорить. Вкусно. Мы попили чаю. Подарили нам вот такие вот магнитики с зубром на щас. Час С. На щас С. И конечно же Полонию Грумут. У меня твоих не из Польши. И вот такую вот колбасу. Советскую. Они подумали, что мы из Польши. Надо прицепить. В общем мы с подарочками. Руссия далась. Альхан. 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 Оба лык на сутки. Вкусно. 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 Наконец-то первая встреча подписчиков Анастасии состоялась. Не совсем такая, как планировалось. Но в жизни так бывает. Зато мы посетили музей Ататюрка. Ататюрк побывал в Алане. Всего два часа. Два дня. Часа. Два часа. И уехал. Но там образовали музей в этом доме. Потом мы побывали в музее. Да не в музее. В департамент культуры. Но он тоже мини музей. Ну вот это старинное такое здание. О, это вообще супер. Там плели нитки из бананов. И шелковых ниток полотно. Шелковые. Необычные ткали. Вот мы самую дешевую чайную попали в Алане. И причем самую атмосферную. Да? Вообще необыкновенно. Такое ощущение, что это не кафе, не чайное. А как будто мы побывали у кого-то в гостях. Ну вот под старинный турецкий дом сделан. Там сидят турки такие возрастные. Читают газетки. Тетеньки там что-то тоже трещат по словам. Ну и мы сидели своим кафе. И нас все приняли за поляков. Поланд. Значит татары похожи на Поланд. Ну да. В общем мы вот так вот погуляли. Приезжайте в Аланию. Да. А потом в Астрахань приезжайте. В Астрахань там встретим. Мы вас встретим. Да. В общем подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Можете даже уже из Ульфии писать. Она уже тоже эксперт по Алане стала. В общем всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.